Всем привет, друзья! Это группа Альфа Центавра и подборка самых главных космических новостей недели. По итогам прошлого выпуска очевидно, что самыми интересными вы посчитали новости об искусственной магнитосфере Марса из его спутника Фобоса и об испытаниях маленького клиновоздушного двигателя. Проголосовать сегодня можно по коду, который высвечивается во время просмотра в правом верхнем углу видео, его надо оставить в комментариях. Заваривайте акции Тесла, мы приступаем. В ближайшие пару десятилетий НАСА планирует организовать постоянное присутствие человека на Луне. Проще говоря, создать небольшую научную станцию на поверхности спутника Земли, где всё время будут находиться люди. Такая станция будет нуждаться в значительном количестве электроэнергии, которая необходима для самых различных нужд. Зарядки луноходов, проведение экспериментов, добычи воды и кислорода, производства топлива и строительных материалов. Чтобы решить этот вопрос, НАСА запустило инициативу Fusion Surface Power. В её рамках агентство будет сотрудничать с Министерством энергетики США, а за основу будут взяты технологии компактного ядерного реактора Kilopower. В конце ноября НАСА и Министерство объявили конкурс среди американских компаний на разработку концепции ядерной энергосистемы, которая может быть готова к запуску на Луну в течение десятилетия. Согласно условиям конкурса, система должна состоять из уранового ядерного реактора, подсистемы преобразования энергии, подсистемы терморегулирования и подсистемы управления и распределения энергии. В конечном итоге установка должна обеспечивать мощность не менее 40 киловатт. В течение следующих 12 месяцев НАСА и Министерство выберут американские компании для разработки концептуальных проектов. Они станут основой для запуска конкурса на окончательное проектирование в следующем году с последующим созданием сертифицированных энергосистем. Финалисты этого конкурса будут иметь готовые проекты для проведения демонстрационного эксперимента с запуском реактора на поверхность Луны, который должен состояться в начале следующего десятилетия. Все те, кто волновался о стыковке узлового модуля причал с Международной космической станции, могут вздохнуть спокойно. Модуль в составе транспортного космического корабля «Прогресс-МУМ» как это ни иронично, причалил к МКС 26 ноября, доставив на станцию 700 килограмм груза. Спустя четыре часа после стыковки российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров уже находились внутри модуля. Последний даже поделился в социальных сетях его панорамой. Оснащённый пятью свободными стыковочными портами, узловой модуль-причал будет использоваться для приёма космических кораблей «Союз» и «Прогресс». На 22 декабря запланирована отстыковка приборного отсека «Прогресс-МУМ» для последующего его затопления. А 19 января следующего года должен состояться выход в открытый космос, основной целью которого станет прокладка кабелей между причалом и наукой. 30 ноября экипаж МКС должен был выполнить выход в открытый космос. Заявленные участники — астронавты Том Маршбёрн и Кайло Бэрон. Целью ВКД была замена вышедшей из строя антенны S-диапазона. К сожалению, выход был отменён буквально за несколько часов до начала. Причиной тому послужил риск столкновения с обломками, возникшими вследствие разрушения российского спутника, уничтоженного силами ВКС РФ 15 ноября. По словам Даны Вегель, заместителя руководителя программы НАСА на МКС, мы были встревожены фактом прохождения МКС через облако обломков. Тогда даже в течение суток после испытаний было отмечено примерное двукратное повышение концентрации мелких обломков в непосредственной близости от МКС по сравнению с периодом до испытаний средств ПРО ВКС РФ. На момент запланированного выхода риск повреждения скафандров микрочастицами повысился на 7% по сравнению с предыдущими периодами. В первую очередь поэтому ВКД перенесена на более поздний срок. Также на другие выходы перенесены все задачи, кроме основной. Задача эта была успешно выполнена во время ВКД 2 декабря, оба астронавта вовремя выполнили запланированные работы, а Кайла Бэрон, для которой выход в космос был первым, осталась очень довольна. Rocket Lab в лице Питера Бека представила революционную ракету нейтрон. Основная конструкция будет напечатана из углеволокна по собственной технологии компании. На презентации Бек сравнил его прочность с нержавеющей сталью и алюминием, не в пользу последних двух. Углеродное волокно очень лёгкое и позволит сэкономить массу носителя. Для нейтрон будет создано новое семейство кислород-метановых двигателей открытого цикла . На первой ступени носителя будет установлено семь таких агрегатов. Тяга каждого из них — один МН. Основной задачей нейтрон станет развертывание всевозможных спутниковых группировок. Кроме того, ракету планируется использовать для миссий снабжения, отправки космических аппаратов к другим телам Солнечной системы и даже пилотируемых полётов. Основная цель Rocket Lab — сделать носитель максимально удобным для повторного использования. Первая ступень не будет садиться на посадочную платформу в океане, а будет возвращаться на стартовую площадку. Это позволит как сэкономить средства на транспортировку, так и быстро приготовиться к следующему запуску. Стартовый стол будет простым и не потребует дорогой и многочисленной инфраструктуры — у ракеты не будет сбрасываемого обтекателя, он будет интегрированный. То есть нос носителя будет открываться и выталкивать вторую ступень — небольшой разгонный блок вместе с полезной нагрузкой. А затем закрываться. Кстати, нагрузки этой на низкую околоземную орбиту нейтрон в одноразовом варианте сможет доставить 15 тонн, а во многоразовом — 8. Высота первой ступени составит 40 метров, диаметр — 7 метров, а диаметр обтекателя при этом — 5 метров. По словам Бека, все материалы создаются и используются таким образом, чтобы выдерживать перегрузки при входе в атмосферу и многократное использование в короткие сроки. Ракета стартовала, раскрыла нос, доставила вторую ступень на требуемую орбиту, закрыла нос — вернулась к месту посадки. На этом этапе её нужно только заправить и загрузить внутрь вторую ступень с полезной нагрузкой. Все силы команды сейчас брошены на разработку нового носителя, создаются прототипы топливных баков, а первые испытания двигателей Архимед ожидаются в 2022 году. Первый же старт нейтрон запланирован пока на 24-й. В сравнении с другими планетами внутренней части Солнечной системы Земля довольно богата водой — океаны покрывают примерно 70% её поверхности. Откуда ж она вся взялась? Согласно текущим представлениям, она была доставлена на Землю с так называемыми астероидами класса Си. Однако последние исследования показывают, что изотопный состав их воды частично не совпадает с таковым на Земле. Это означает, что существует какой-то неучтённый источник воды на нашей планете. И кажется, что международная группа учёных под руководством исследователей из Университета Глазга его обнаружила. Авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy, полагают, что источником лёгких изотопов воды может выступать оседающая на астероидах космическая пыль, подвергшаяся воздействию солнечного ветра. Эта теория базируется на изучении образцов грунта астероида класса С под названием Итакава, которые были доставлены на Землю в рамках японской миссии Хаябуса в 2010 году. Учёным удалось облучить слой поверхности пылинок Итакавы толщиной 50 нм ионами водорода, таким образом имитируя солнечный ветер. Они вычислили, что каждый кубический метр породы этого астероида может содержать около 20 литров воды, получившейся в результате воздействия Солнца на реголит. Это исследование не только приоткрывает завесу тайны над происхождением воды на Земле, но и может пригодиться будущим поколениям астронавтов. Кажется, на первый взгляд сухие и безжизненные астероиды могут оказаться неплохим источником воды для космических миссий. С помощью очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории астрономам удалось обнаружить ближайшую к Земле пару сверхмассивных чёрных дыр. Учёные рассказали о своём открытии в журнале Astronomy and Astrophysics. Пара находится в галактике NGC 7727 в созвездии Водолея и удалена от нашей планеты на 89 миллионов световых лет. Масса большего объекта в 154 миллиона раз превышает солнечную, а меньшая чёрная дыра всего в 6,3 миллиона раз тяжелее нашей звезды. Это не только самая близкая к Земле пара сверхмассивных чёрных дыр из обнаруженных, но и самая тесная — её компоненты разделяет всего 1600 световых лет. Расстояние между этими чёрными дырами и их скоростью показывает, что примерно через 250 миллионов лет они сольются в одну большую чёрную дыру. Такими слияниями можно объяснить происхождение самых массивных чёрных дыр во Вселенной. Эта находка говорит о том, что таких пар, получившихся вследствие слияний галактик, может быть гораздо больше. Учёные рассчитывают, что с введением в строй чрезвычайно большого телескопа им удастся обнаружить гораздо больше пар чёрных дыр и надеяться, что этот инструмент сыграет принципиально важную роль в их понимании. Не будем далеко отходить от темы чёрных дыр, мы знаем, вы её любите, и обратим внимание на исследование группы учёных из Техасского университета в Остине, которое было опубликовано в издании The Astronomical Journal. С помощью находящейся в ведении университета обсерватории Макдоналд учёным удалось обнаружить необычайно массивную чёрную дыру в центре карликовой галактики Лев-1, которая является спутником Млечного Пути. Группа решила изучить эту галактику из-за одной особенности. В отличие от большинства карликовых галактик-спутников Млечного Пути, в Лев-1 присутствует относительно мало тёмной материи. Исследователи использовали суперкомпьютеры Техасского Центра Передовых Вычислений, чтобы понять распределение тёмной материи от внешних краёв карликовой галактики к её центру. К удивлению учёных, их модели показали, что в сердце Лев-1 должна присутствовать сверхмассивная чёрная дыра примерно той же массы, что и чёрная дыра в центре Млечного Пути. Это открытие может изменить представление об эволюции галактик, так как на данный момент нет никакого объяснения тому, как сверхмассивная чёрная дыра такой массы могла оказаться в карликовой сфероидальной галактике. Давно не было будоражащих сознания новостей от SpaceX. Вот они, мы дождались! SpaceX может обанкротиться. На самом деле это продолжение всё той же истории о проблемах с Рапторами. Илон Маск написал письмо для сотрудников, которое попало в публичное поле. Из письма мы узнали, что главный инженер компании собирался впервые за много месяцев отдохнуть на День Благодарения, но сложности с развертыванием серийного производства Рапторов заставили его отказаться от передышки и остаться вкалывать. К чему Маск призвал и остальных коллег, которые уже успели поразъезжаться. Призыв обоснован возможностью будущего банкротства компании. Как связано производство двигателей для экспериментальной ракеты и экономическая несостоятельность? Следите за руками. Спутники Starlink первой версии могут дать только небольшую прибыль. Необходимо разворачивать группировку второй версии. Они тяжелее, и для них Falcon 9 мало подходит. Необходим Starship. Причём, стальная ракета должна начать летать не реже одного раза в две недели до конца следующего года. В дополнение к этому SpaceX уже вложилась в производство обновлённых пользовательских терминалов, их будут делать по несколько миллионов штук в год. Без спутников Starlink второй версии большая часть терминалов окажется бесполезной. На вопрос в Твиттере, как идут дела с Рапторами, Илон Маск сухо ответил, ситуация исправляется. А затем сказал более развернуто, что если серьёзная глобальная рецессия ухудшит доступность капитала, в то время как SpaceX теряет миллиарды на Starlink и Starship, то банкротство, хотя и маловероятно, но возможно. General Motors и Chrysler обанкротились из-за последней рецессии. Только параноики выживают. А теперь к традиционным новостям из Starbase. Готовят новые элементы каркаса для широкого цеха вертикальной сборки. Сверху это выглядит как-то так. Готов обтекатель Starship нового поколения для SN23. У него меньше сварных швов, и это самый ровный обтекатель Starship, который когда-либо создавали в видимой вселенной. Кстати, детали для него попадали в объектив фотоаппарата ещё в январе. Прототипы SN21 и SN22 собирают в среднем цехе вертикальной сборки. Испытательный баг B21 прошёл криво испытания, при этом был задействован баг из наземной инфраструктуры орбитального стартового стола. Параллельно рядом готовили SN20 к огневым испытаниям, но почему-то их отложили. Когда SN20 снова пыхнет огнём, пока не ясно. Перекрытия дорог в Бока-Чика запланированы аж до 9 декабря, а звук для дайджеста в этот раз записывается в четверг. Поэтому мониторьте наши социальные сети, там мы расскажем об испытаниях, если они состоятся. А ещё к SpaceX присоединилась Хейли Арсено, участница полёта Inspiration4. Она теперь работает медиком в SpaceX, совмещая работу и на старом месте — в госпитале имени Святого Иуды. Вот так может вдохновить туристический полёт на Crew Dragon. 26 ноября с территории космодрома Сичан стартовала ракета Chang'e-3B. Носитель отправил на геопереходную орбиту спутник ChinaSat-1D, который будет предоставлять связь для военных. Запуск прошёл успешно. А в ночь с четверга на пятницу должен был пройти старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink и попутной нагрузкой, но на момент записи звука он ещё не состоялся. Так что мы сообщим об этом запуске в следующем дайджесте. Каждый месяц в первых числах редакция Альфа Центавра отбирает авторов, которые отличились интересными материалами на нашем сайте, и вручает им небольшие материальные награды. Вот, например, в ноябре отличились. А юзер Hasman с его рассуждениями о системах жизнеобеспечения для колонии на Луне и Марсе, а также гипотезой о многомерности времени. Александр Анисенков с большой работой о художнике Хуане Хименесе — это уже 26-я статья автора в серии художники-дизайнеры концепт-арт. И Александр Торлаковский с большим переводом об орбитальной заправке Starship. Всех упомянутых авторов прошу обратиться ко мне в личку на сайте за наградой. А ещё обратите внимание на статью Серж-Эн, который традиционно 1 декабря подвёл итоги и написал об успехах разработки SpaceX Starship за месяц. На нашем канале вышел промежуточный дайджест, в котором мы рассказали сразу несколько новостей об экзопланетах, об изучающих солнцеаппаратах и о стартапе по уборке космического мусора. Если ещё не смотрели, обязательно это сделайте, ссылка будет в описании под видео. А в ближайшую среду ждите большой часовой фильм о миссии Кассини. Мы выпустим его, как всегда, ближе к вечеру. На этом у меня всё, любите космос, любите друг друга и до встречи в ближайшее время! Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает наш проект на Патреоне и Ютюбе. Благодаря постоянным спонсорам мы можем каждую неделю без пропусков выпускать уже больше 140 дайджестов, писать статьи, делать другие видеоролики и постоянно развивать наш сайт. А ещё мы отказываем рекламодателям и не размещаем на Ютюбе интеграции. Только встроенную рекламу Google, которую каждый желающий может отключить. Вы позволяете нам самое главное — быть независимыми, говорить то, что мы думаем и заниматься тем, что любим. А мы взамен стараемся обеспечивать спонсоров небольшими и приятными бонусами. Так что если можете и хотите нас поддержать, самое время сделать это по ссылкам в закреплённом комментарии. Там же можно отправить и разовый донат. Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова